Есть речь? Речи нет. Здорово пацаны, сегодня продолжаем вести разговоры про монтаж, про Final Cut. Сегодня хочу быстренько рассказать про несколько видов скейла, дропскейла. Это название на самом деле я только что придумал сам, возможно где-то уже всплывало. Это укрупнение плана во время монтажа. Какие бывают методы этого дропскейла, пускай он будет сегодня называться так. Какие есть способы в Final Cutе, смены крупностей. И вообще, для чего это нужно? А нужно это для того, чтобы скрывать наши склейки, когда мы делаем интервью, когда мы чистим звуковую дорожку, когда у нас ведущие кадры заикаются, делают какие-то длинные паузы, мы их вырезаем. И для того, чтобы у нас кадр не скакал, мы меняем крупности. Это правильно и это нужно делать. Я так всегда делаю, так делают абсолютно все. И вот есть несколько способов в Final Cutе, как можно укрупниться. Я всегда стараюсь менять крупности, никакой закономерности нет. Все это делаю чисто по ощущениям, то есть я смотрю-смотрю, чувствую, что мне уже чуть-чуть надоело слушать. Тут же обрезал, крупнил, склеил, все, пошел дальше. И потом его раз обратно отсклеил. Желательно, чтобы у тебя был кадр снят в 4К. Итак, в Final Cutе я знаю 4 способа изменения крупности. Если ты знаешь больше, мои книги. Для тех, кто не хочет смотреть видео до конца, я их скажу сразу же. Это изменение крупности прямой склейкой, изменение крупности через ключевые точки, анимации ключевых точек, изменение крупности через бесплатный плагин, про который расскажу. И изменение крупности через встроенный эффект, который есть в Final Cutе, это Ken Burns. На самом деле, я бы в этом видео хотел поподробнее остановиться на Ken Burns, рассказать несколько секретных фишек. Пользуя этот эффект, буду показывать на фотографии для тех, кто если вдруг кто-то монтирует слайд-шоу. Все это можно применять и к видео, но я покажу на фотке, это более удобно показывать на ней. Но прежде чем мы продолжим, я хочу поделиться с тобой хорошей новостью. Epidemic Sound дал мне промокод, который означает 90 дней бесплатной музыки на этом ресурсе. При урочен он к черной пятнице, которая прошла недавно или будет сейчас, я не особо разбираюсь. Промокод действует до 2 декабря, то есть до 2 декабря, если ты используешь этот промокод, ты получишь 3 месяца бесплатной музыки с этого ресурса. Поэтому прямо сейчас, когда закончишь смотреть это видео, выполнишь домашнее задание по монтажу, переходи по ссылке в описании, регистрируйся и скачивай всю библиотеку звуков, музыки, что там еще есть. И дальше решить, что тебе делать с этим. Либо оставаться и быть подписанным на него, либо использовать все то, что ты скачал. Таким образом ты можешь использовать всю музыку, где бы то ни было, на своих ресурсах, Instagram, YouTube, где-то еще. Не боясь за нарушения авторских прав. За все, как говорится, заплачено. Поэтому пользуйся и делай классный контент. А сейчас мы продолжаем разговаривать про Кена Бернса и способы кадрирования в монтаже в Final Cut. Итак, первый и самый очевидный способ это прямая склейка. Все очень просто. Command-B разрезаем нашу горящую башку напополам. Второй кадр здесь вот в разделе Scale пишем 200%, увеличим на 200%. Shift-T меняем с положения кадра. И таким образом у нас получилась прямая склейка. Все очень-очень просто. Все, вот так мы склеились. И даже если я чищу здесь звуковую дорожку и удаляю какие-то там, допустим, у меня была бы здесь пауза, включая, и за счет того, что я укрупнился, как бы мы никогда в жизни не успеем увидеть, что у меня там сменилось положение глаз там или как-то наклон головы. Ну, конечно, если ты полностью такой сидел вот так, такой, что-то рассказываешь, рассказываешь, такой, потом раз, затупил. Такой раз, а вот здесь уже ты отрезал. Естественно, это будет не очень прикольно. На самом деле, такой эффект в монтаже называется Jump Cut. И это вид вполне существующей монтажной склейки, которую частенько можно видеть в кино. Считается, что первым, кто активно использовал Jump Cut, был выдающийся режиссер Жак-Люк Гадар в своем фильме «На последнем дыхании». Я, если честно, сам не смотрел. Я знаю такого, конечно же, режиссера. А некоторые фильмы я там что-то кусками-то видел в обрывках, но целиком я не видел. Это материал из Википедии. Поэтому не думаю, что типа, если я такой все знаю, всех режиссеров наизусть. По этой причине Jump Cut считается своеобразным нарушением классического невидимого монтажа. Потому что монтаж, он в принципе должен быть у нас невидимым. Так что, если уж Гадар пользовался Jump Cut, используй и ты, не стесняйся. Не обязательно делать Jump Cut на 200%. Его можно здесь как-то подскейлить и на 140. Я устал. Я хочу спать. Второй прием нашего дропскейла. Это такой же, не менее очевидный. Это укрупнение ключевыми точками. Делается также очень просто. Ставим ключевую точку в начало, где хотим укрупниться. Для этого я обычно разворачиваю наш кадр. Делается Ctrl-V. Развернули. Поставили ключевую точку. И на всякий случай в скейле. И на всякий случай поставили в позиционе ключевую точку. Передвинули скиммер на то место, где мы хотим закончить наше укрупнение. И, соответственно, укрупнились. Если же мы укрупняемся в два раза. Естественно, у нас кадр получается не посередине. То мы как раз-таки за этим и поставили ключевую точку в позиционе. Мы просто берем, нажимаем вот сюда. Так как ключевая точка у нас уже в позиционе стоит, мы просто смещаем кадр вниз сюда. И нажимаем Down. Скорость масштабирования будет зависеть от расстояния между ключевыми точками. Если ты хочешь, чтобы у тебя было масштабирование супер плавное, то, соответственно, ты раздвигаешь ключевые точки. Если ты хочешь, чтобы масштабирование было быстрое и практически мгновенное, мы сокращаем ключевые точки буквально на, там, видишь, несколько фреймов. Таким образом ты ускоряешь, короче, масштабирование. Главный минус этого способа, это то, что укрупнение таким методом не дает такой плавности, как мы это делаем зуммирование объективом. Выглядит резким и сразу же понятно, что это монтажный прием, а не плавное зуммирование объективом, что, естественно, объективом, конечно, выглядит богаче и лучше. Поэтому, чтобы это не выглядело так топорно, накидываю между ключевыми точками Motion Blur. У меня он находится вот здесь в темплейте, в тайтлах, вернее. Просто набираю Blur, и у меня уже здесь есть несколько видов Blur. У меня было видео про бесплатные плагины, там я даю ссылку на этот Extreme Motion Blur от Ryan Nengla. Накидываем Motion Blur, у нас он спрятан в корректирующем слое поверх кадра. Здесь можем сократить, здесь ключевую точку вот так подсокращаем. Смотрим, что получается. Но я думаю, что суть ты понял, что лучше использовать какие-то вот такие штуки, типа Motion Blur, при быстром заскейливании. Хотя бы это даст какой-то эффект естественного смаза при смене крупности. Но, тем не менее, это не придаст нужной плавности видео. Например, как плагин. Это третий способ кадрирования. Покажем его вот здесь. Берем его, вот он, он. M-Cam Rig называется этот бесплатный плагин. Конкретно этот плагин очень удобен тем, что ты накинул на него, и все, тебе не нужно ничего заморачиваться с ключевыми точками. Как-то ровнять их. Правда, слишком большое, как по мне, масштабирование. Это аж 400%. Все это здесь есть вот в этих настройках. Камера Z-Position у нас отвечает как раз-таки за масштаб. Я обычно ставлю 250-300, но при этом ты видишь, что у нас выпадает как бы картинка из фокуса. Здесь также есть все настройки. Настройки фокуса и блюра, уже, кстати, вшитого в этот плагин, находятся вот в этом разделе. Здесь фокусов сет, фокусов сет, рейд, какой-то блюр и маунт, такой плавный наезд. И что, заметь, классно в этом M-Cam Rig, что он оставляет как раз-таки такой вот этот небольшой шлейф. Делает это более плавно, как бы добавляя вот это небольшое торможение в конце. Прям микродвижение. Так, хоп, и приблизился. И точно так же он отъехал. Делает это, короче, более плавно, чем если мы будем делать ключевыми точками. Как раз-таки вот про такой замут я хочу дальше и рассказывать в следующем способе. Это способ Ken Burns. Я надеюсь, что здесь с M-Cam Rig все понятно. В общем, плагин скачивай, используй от MotionFX. Переходим к следующему способу. Кто-нибудь вообще из вас задумался, почему этот эффект, который находится вот здесь во вкладке Transform, называется Ken Burns. Так вот, на самом деле, эффект Ken Burns назван в честь американского режиссера и продюсера документальных фильмов, который очень часто любил использовать в своих документальных проектах разнообразные архивные фотографии, какие-то картинки, наверное, картинки нельзя так назвать. Короче, архивные фотографии, выжимки из газет и всевозможные вот такие вещи, которые он у себя в документальных фильмах анимировал. И он это любил делать настолько часто, что название прижилось и начали называть этот эффект как Ken Burns в честь его имени и фамилии. Этот эффект существовал и раньше, назывался он аниматика, анимация фотографий. Но Ken настолько часто использовал этот эффект в своих документальных фильмах, что ковечил таким образом свое имя Ken Burns. И вот Final Cut, находится он во вкладке Transform, вот здесь во вкладке Crop. Когда мы нажали сюда, у нас появляются два таких окна красного и зеленого цвета. Это End и Start. Нажимая на каждое из которых, мы активируем ту или иную область. Вот я нажимаю на красное, это End. У меня она активируется. Нажимая в зеленую область, активирую ее, сдвигаю ее немного в сторону. И я хочу, например, чтобы анимация у меня шла сразу же вот с этого места. Здесь сразу же есть кнопка Play, для того, чтобы можно было проверить, как эта анимация будет выглядеть. То, что я хочу сейчас показать, для этого нужно взять, нажать на наш shot и объединить его в Compound Clip. Это Option G. Делаем Compound Clip с каким-нибудь именем, нажимаем Enter. И, например, посередине кадра я хочу, чтобы скорость отдаления у меня увеличилась. Для этого нажимаю Shift B и создаю такой эффект Speed Ramp. Вот в этом как раз-таки участке. Нажимаю сюда на стрелочку, делаю Fast 20x. И вот что получается. Мы добились того, что у нас появилась такая плавность перед ускорением и плавность после ускорения. За это отвечают вот такие полупрозрачные полоски, которые можно расширить. И это придает такой прикольный эффект. Если сюда еще накинуть какой-нибудь эффект вжуха, вот это можно использовать таким образом. Также можно поэкспериментировать, добавить сюда еще одну такую область. Нажать клавишу R. Это Range Selection. Кто не хочет запоминать горячие клавиши, Range Selection у нас здесь есть в выпадающем меню. Выделяем область. Вот здесь во вкладке Speed Ramp делаем Rewind на 2, например. Добавляет нам вот такой эффект. Такой типа туда-сюда. Короче, Rewind типа обратная перемотка. И он тебе предлагает на сколько кадров тебе перемотать обратно. Это нужно, допустим, если ты там чуть монтируешь какой-нибудь клип подбитый или еще какую-нибудь штуку. И хочешь как-нибудь прикольно вот так оформить, да? Вот можно сделать такую вещичку, такой лайфхак. И, допустим, мы хотим также подбит песни какой-нибудь, какой-то интересный скачок и добавить этот эффект подбит. Мы просто расставляем буквой M марки, где мы хотим это сделать. Например, здесь, 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 вот здесь, там, здесь. Дальше стыркаем сюда в изменение скорости. И здесь делаем Jump Cut по маркам. И выбираем количество кадров, на которых мы хотим, чтобы кат у нас на марке был. То есть увеличение скорости. Например, нажимаем 10 фреймов. И видишь, он автоматически подровнял Speed Ramp. Этот эффект добавил конкретно в местах, в участках, где у нас это, где мы хотим, чтобы это у нас было. Вот такую штуку можно делать во вкладке Кена Бернса, нашего режиссера-документалиста. То есть он может знать и пользоваться не только трансформом, там, ключевыми точками. Знаю, что еще можно экспериментировать и пробовать с встроенными эффектами, которые есть в Final Cut. В данном случае мы попробовали поэкспериментировать с Кеном Бернсом. Каким способом приближать и масштабировать, менять крупности и планы выбирать тебе. Поэтому, надеюсь, тебе было это полезно, этот видос, и ты почерпнул из него что-то новое. А на этом все. На сегодня быстрого тебе монтажа, хороших кадров и... Пока!